В эфире РБК региональный блок новостей. Мы вещаем из отеля Шаратон Плаза. Меня зовут Максим Окунев. Здравствуйте. Ради Хабиров раскритиковал города и районные центры за грязь. Глава республики на оперативном совещании отметил, что в этом году снег сошел раньше обычного и уже пора навести чистоту. Этот вопрос Ради Хабиров обещал держать на личном контроле во время рабочих поездок по республике. Глава низко оценил готовность коммунальной техники к весенне-летнему периоду. В Ольшеевском, Зилаирском, Краснокамском и Нуримановском районах отсутствуют поливомоечные машины, хотя бюджетные средства на закупку спецтехники выделялись всем. Недовольным руководителем республики остался и качеством автодорог. Мы опять пошли на очень сложное решение. Мы в Уфе передаем в этом году деньги на ремонт автомобильной дороги Уфа-Аэропорт. Проспект Салатвилаева, улица Бакалинская, улица Цурюпов. Они же все находятся у кого-то под содержанием. Деньги мы регулярно платим. Значит, должно чиститься, убираться. Пока эти дороги в ненормативном состоянии. Вице-премьер Алан Морзаев сообщил, что автодорогу Уфа-Аэропорт приведут в порядок в кратчайшие сроки на федеральном участке. Заменят верхний слой асфальта, к маю эту работу завершат. В Уфе из-за паводка затопила часть отремонтированной набережной. Информацию подтвердили в Управлении гражданской защиты столицы. Ранее там сообщали, что на реке Белый в Уфе в районе монумента Дружба уровень воды за сутки поднялся на 18 сантиметров. Текущий уровень составил более 5,5 метров. Выход на пойму возможен выше 6 метров. В Госкомитете по чрезвычайным ситуациям республики предупредили, что пик паводка в Башкортостане будет длиться до 20 апреля. Из-за повышения уровня воды в реке Белый произошло подтопление участков нижнего яруса набережной реки Белый. Мы бы убедительно хотели попросить гостей и жителей города Уфы не спускаться вниз и тем более не прогуливаться по потопленным местам. Необходимо следить за детьми, чтобы и они не приближались к воде. А любоваться разлившейся рекой можно, ну и так будет безопаснее, с верхнего яруса набережной. Всего за минувшие сутки поступило 9 сообщений о подтоплениях территории из-за талых вод и подъема рек. Всего с начала паводка опасного периода в службу 112 поступило 917 обращений. Эксперты отмечают, что своевременная работа по подрыву заторов, мягкое потепление и оперативный сброс воды на водохранилищах позволило избежать ситуации, которая случилась в Оренбургской области. Другим темам мобилизованных освободят отплаты за услуги газа и водоснабжения на время фактического участия в спецоперации. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства страны. В документе говорится, что семьи мобилизованных, проживающих в квартирах, где нет счетчиков, а расчет начисляется по тарифу, не будут платить за воду и газ за своих отсутствующих близких, даже несмотря на наличие прописки. Для получения льготы родственникам мобилизованного необходимо предоставить в управляющую компанию документ из военкомата, подтверждающий факт мобилизации. Ранее стало известно о законопроекте, предусматривающем защиту выплат участникам спецоперации от списания в случае банкротства. Для информации в Башкортостане на поддержку участников СВО и членов их семей в этом году в бюджете предусмотрели более 6 миллиардов рублей. Санкции, регулярные поломки самолетов и медленное восстановление авиастроения в России может снизить пассажиропоток на авиационном транспорте. Об этом стало известно на оперативном совещании в правительстве региона. Свой доклад представил директор Уфимского аэропорта Александр Андреев. По его словам, в прошлом году чуть-чуть не хватило до достижения показателя пассажиропотока в 5 миллионов человек. В этом году были разработаны сценарии развития ситуации. Негативный, базовый и позитивный. Тем не менее, авиагавань продолжает развивать свою инфраструктуру для выполнения поручений послания президента Владимира Путина. Для увеличения авиационной мобильности граждан к 2030 году жители республики должны будут пользоваться услугами аэропорта не менее 7 миллионов раз за год. Синтез геополитических, экономических, а также внутриотростливых факторов в области гражданской авиации, которые в большей степени связаны с возможностью дальнейшей эксплуатации иностранных воздушных судов и пока ограниченным выпуском воздушных судов нашего отечественного производства в горизонте в ближайших 2-3 лет создают предпосылки для возможного снижения темпов роста пассажиропотока, в том числе и аэропорта Уфа. Внутри корпоративные задачи на текущий год направлены на повышение, как я многократно восстанавливался, экономической эффективности нашей работы, а также качество обслуживания, сохранение и расширение географии полетов, рост производительности труда и продолжение работ по модернизации как терминальной, так и аэродромной инфраструктуры. Также директор аэропорта заявил, что одна из зон прилета будет в ближайшее время модернизирована. Сейчас пассажиры, прибывающие через нее, должны сначала подниматься по лестнице, потом спускаться. Кроме того, стало известно, что на территории аэропорта до конца 2025 года достроят современный отель сети «Ибис» на 150 номеров. Проект включен в перечень приоритетных. Увлекательно и просто о сложном. Уфимский университет науки и технологий познакомил уфимцев с наработками вуза. Фестиваль «Созвездие инженерных профессий» прошел в одном из торгово-развлекательных центров города в честь Дня космонавтики. О том, как получить ДНК банана и собрать макет ракеты, узнала и наша съемочная группа. Почувствовать силу Тора и управлять молниями смогли даже малыши. Никакой мистики, только наука. И палочка вовсе не волшебная, а ртутная. Она быстро переходила из рук в руки. Поток желающих испытать катушку Теслы не заканчивался. Это устройство, которое позволяет генерировать напряжение высоких значений и напряжение высокой частоты. В результате чего мы можем наблюдать беспроводную передачу электроэнергии на расстояние. Посетители фестиваля конструировали и запускали модели беспилотника. Проверяли меткость в электронном тире, выделяли ДНК из банана. Искали осколки древней керамики в песке, как настоящие археологи. Взрослые наравне с детьми погрузились в мир физики и биологии, а ребятишки загорелись мечтой о будущей профессии. Я раньше думала, что у банана нет ДНК. Но теперь я узнала, что у него есть ДНК. А сама будешь этим почистить? Археологом. Неожиданно нового я узнала буквально тактилоскопию. Мне оставили даже мой отпечаток. Это был какой-то точечный метод, который используется при расследованиях, при каких-то преступлениях. В интерактивном формате студенты и молодые ученые Уфимского объединенного университета разожгли интерес к своим разработкам и направлениям. В ВУЗе готовят инженеров будущего, специалистов, востребованных в ближайшие десятилетия. Например, архитекторов виртуальной реальности, проектировщиков умной среды, экспертов по превентивной медицине или рециклингу. В основном здесь, конечно, представлены технические факультеты и факультеты авиационных двигателей, передовая инженерная школа. Но помимо этого, на самом деле, любое творчество, оно тоже является инженерией. Вплоть даже исследования отпечатка пальца, это тоже считается как наука, поэтому они тоже здесь представлены. Например, в ВУЗе готовят кадры для проектирования и разработки новых отечественных авиационных и ракетных двигателей. Никита Цыпаев в их числе. От лица кафедры он представил макет энергетической перекачивающей установки. В реальности такое оборудование размером с трехэтажный дом. Никита мечтает, чтобы появились макеты в виде лего. Это привлечет еще больше ребят в профессию. Наши студенты, поступая к нам на курс, имеют возможность обучаться как на наших специальностях, так и на специальностях, подготовленных госкорпорацию Ростех с объединением ОДК УМПО. Там они непосредственно изучают напрямую, как работает двигатель, как его проектировать, считают термогазодинамические циклы. Со всеми перспективными специальностями у Фимского университета науки и технологий знакомят выставка «Инженер будущего». Участниками фотопроекта стали студенты вуза. Посетить экспозицию в торгово-развлекательном центре «Планета» можно до 12 мая. Маргарита Гафарова, Дмитрий Аксаев, РБК УФА. На этом наш выпуск подошел к концу. Оставайтесь на РБК.